По всевидимости, это был снаряд из Гауглицы, судя по тем масштабам рассовершения, которые мы видели, находясь в трапезной этого храма, по осколкам и тем, какие следы они остают. Даже толстые стены каменные пробивали. Мы пообщались с ополченцами, которые пришли на место разрыва этого снаряда. По их мнению, это был снаряд из Гауглицы, тяжелая артиллерия. Украинская армия уже как минимум часа два обстреливает горловку и непосредственно центр. Кафедральный собор находится действительно прямо в центре города. И рядом с ним минимум снарядов пять разорвалось. Один из них попал непосредственно на территорию храма, пробил крышу, трапезная загорелась. Прямо под обстрелом смогли к ней подъехать пожарные на трех машинах фактически. Три пожарных вращивания в течение 15-20 минут пожар был локализован. Однако здание сложно уже говорить, что оно в рабочем состоянии, как нам рассказал священник, который сейчас служит службе, простите за тавтологию, ежедневно здесь в Горловке. И в этой трапезной готовились обеды и ужины для тех людей, которые не могут сейчас собственными силами обеспечить свою жизнь, свое существование. То есть это прежде всего пенсионеры, до тысячи человек ежедневно их кормили как раз в этой трапезной. И там теперь где и как это делать, священник не знает. Отмечу, что в церкви уже начиная с июля, с начала полномасштабных боевых действий расположено бомбоубежище. Во время любых обстрелов двери храма все время открыты. И те, кто находится рядом, имеют возможность спрятаться там на одном из цукольных этажей. На этот раз ситуация была точно такая же. И служба на одном из как раз подвальных помещений не прекращалась даже во время обстрелов. Продолжение следует...